Мы уже третий день плывем по Норвегии, на нашем симпатичном комплекте. Вчера были целый день в открытом море. Красота в Норвегии, конечно. Неописуемая, как говорят. Горы, фьорды, облака висят очень низко, фантастико. Прохладный такой, туманный. Климат или погода, может, сейчас просто такая, я не знаю. Вчера пересекли полярный круг. Немножко нас покачало. Самая малость. Но ничего, то ли еще будет. Блин, какая медуза плавает. Вот такого я не видела, розовенького. Все с каким-то хвостом, у них тоже таких не виден, когда. Махнота как. Гигантская. Слоновая медуза. Туповая медуза, какие-то убийцы. Нам, к сожалению, не сильно удается погулять здесь, потому что дома и цивилизация друг от друга находятся очень далеко, поэтому идти по прибрежной линии приходится очень долго. У нас время ограничено, нужно возвращаться на корабль, поэтому так хорошо прогуляться по Норвегии нам пока не удалось. Эстонцы когда-то мне рассказывали, что они строят дома по принципу, чтобы дом не видно был, но видно было дым, исходящий от дома соседа. Мне кажется, что в Норвегии здесь по-похожему принципу устроена цивилизация. Ну, в общем, дойти до крупного городского центра так пока не удалось. Вот значит, до земки, земки на... В общем, мы сейчас в каком-то небольшом городке Морвегии. Это тот городок, где находится самая северная точка Европы. Наши пассажиры туда поехали, а мы тут на побережье. Здесь очень классно, и обратите внимание, сейчас половина одиннадцатого вечера, поскольку мы за полярным кругом, ночи здесь нет. Так что вот круглые сутки, вот такая красота. Ребята, сейчас где-то полдвадцатого ночи, мы на палубе нашего корабля. Мы, кажется, вылезли, потому что между гор было солнце. Это просто эфирит, можно среди ночи солнце вылезать. Ну, в общем, надо подходить. Ну, красота! Да, она снимает еще. Так как мы находимся за полярным кругом, солнце тут вообще не садится. Мы вот только что буквально побывали на Норд-Капе, там самая северная точка Европы. Там было дико вон. Все, что бы мы сказали. А так солнце вообще не садится, и это фантастика, красота здесь просто невероятная. В общем, у нас увольнение полтора часа, и что же вы думаете? Мы гуляем? Может, это же мутумная идея? И не только мы. В общем, все сидят. А тут вон красота. Каждая, Китя. Вы что, достанем зонт или так помокли? Я бы помокла. Мы сейчас на дизайн-заправке. Тут пахнет шоколад. Это потому, что в Норвегии все машины заправляют шоколад. Смотрите, какая красота. Это коротежка, какая рангель. Здесь водопады. У нас, к сожалению, очень мало времени, чтобы погулять. Постарайтесь быстрее. Да. Итак, мы идем вдоль речки. Идем? Идем. Идем, идем. Ай, у нас очень мало времени. Надо успеть вернуться на кораллы. Но тут красотища, конечно. Так, я лучше глазами буду смотреть, смотреть в этот объектив. Уже не знаю, что она снимается. Вот это да! Уже дарешкин кот! Ого-го-го! Вот это да! Фантастика! Горная речка. Ladies and gentlemen. Так? Опа! Так, а там у нас Мадакоево. Горная река? Ага. Ха-ха-ха! Очень круто! Вот это да! Ха-ха-ха! А там, вон там, вон снизу. Смотри вообще, как она бурлит. Наверное... А она прям как огонь вообще полыхает. Фантастика! Первый раз в жизни я такой видил. А вот так это все выглядит чуть-чуть ниже. Вот такой контакт. Кайфуни! 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 У-ху! Ох, как круто! Ох, как круто! Очень чудово! Очень чудово, не так холочь! У-ху! Так она точно можно на пять? Ах, вот, не отмечаем там. Да, бараны. Бараны настоящие. Вон, они там стоют. Жирные такие. Да. О-о-о! Вот он! Э-э-э! Такое! А рядом речище! Так, тут палаточный городок. Ой, что-то оно пересвеченное. Вправо крути. Да уже... А, вправо точно. Фу, ты сам не знаю, как своим фотиком пользоваться. Короче, когда... Если Никита сюда приедет, то он уже знает, где остановиться. Ага. Мы сейчас находимся в Бергене. На каком-то рынке. Думаем, малинки прикупить. Или, может быть, колбаски. Колбаска, кстати, бывает из лосей, из китов и из оленей. Ага. Вот так вот. Огонь? Дори огонь, я буду говорить. Огонь! Короче, тут чайки летают везде. Они что-то, походу, типа наших голубей или воробьев. Походу, залетают прямо в рот. Правда, они большие, не помещают. Сними его. Сними его. Вот прямо над головами. Рыбный рынок. Это, кстати, ку-ку. Сейчас на рынке и продолжаем идти. Тут очень много всяких хамаров, крабов. Ганских. Всякой рыбы, креветок, кустриц, лангустов, мангустов и прочего. Я экономизирую. Всякого. Да. Смотри, мама. Мама, смотри. Варюми такие здоровенные штуковины сидят. Айонь. Мы сейчас находимся в Бергене возле памятника Эдварду Грику. Вот он стоит величественный в своей зеленоте. Не наводится. Все? А хватит памятности. Снимай меня. Пыч. Мы сейчас находимся возле одного из самых старых, а, наверное, даже самого старого замка из сохранившихся в Норвегии в Берген. Здесь в Великую Отечественную войну в смысле во втором. Произошел большой взрыв, который за историю Второй мировой войны, наверное, больше всего у меня в жизни в Торвегии. Трагический случай в истории Торвегии. Сейчас внутри замка находятся музеи. Сзади меня находится какой-то корабль сухогруза, и что... Вот зачем он такой строит? Нельзя вот что-то такое ровненькое налепить, я не знаю. Как он вообще не переваливает, не взборнулся, не торчал, не взбор, не взбор, не взбор, не взбор. Торвегии. Редактор субтитров А.Семкин